Это будет, наверное, одно из редких видео на этом канале, которые не мотивируют и документируют ситуацию, в которой, наверное, я в наиболее уязвимом состоянии в течение всего моего перехода. Я скажу сразу, это индивидуальный опыт, и это никаким образом не влияет на мои решения и на то, что я думаю по поводу правильности моих предыдущих решений. Это также никак не относится к тому, как я отношусь к своему переходу в целом. Сегодня второй день после того, как мой эректильный имплант был эксплантирован, то есть снова вынут. И вынут он был на 18-й день после имплантации. Почему? Что произошло? Что пошло не так? Хочу с вами поделиться для того, чтобы вы имели небольшое представление о том, что может произойти, ну и что произошло в моем случае. Это не значит, что это происходит всегда, происходит все, что угодно. Но со мной произошло конкретно это. Вот мой насос. Это цилиндр. Такой довольно острый здесь на конце. Здесь он был укорочен. Это помпа, которая имплантируется в мошонку. А это резервуар, который имплантируется в паховую область. И имплантирует только один цилиндр. Таким образом, вот здесь одна трубочка, вот она, заканчивается таким вот, такой шапочкой, осталось неиспользованным. Шапочку надели для того, чтобы, соответственно, система была закрыта. Если коротко, случилась гематома, а я склонен к тому, чтобы образовывать гематомы после операции. Я сказал об этом врачу заранее. Врач на этот раз не последовал своему собственному совету, как он сделал в прошлый раз. В прошлый раз добавили специальный медикамент, и у меня не было никаких осложнений, у меня не было отеков и не было гематомы. А в этот раз они не добавили этот медикамент, гематома случилась. Я не удивлен, но врач считает, что это не по этому. Понятное дело, он врач, ему не хочется брать эту большущую ответственность на себя, потому что гематома, это осложнение, это одно из самых часто происходящих осложнений. И уж как бы, ну, бывает, да, и, соответственно, я тоже особо ничего не могу сказать. Но, к сожалению, это произошло, и, к сожалению, из-за этого под напряжением не разошелся шов, а маленькая дырочка образовалась под швом, и таким образом бактерии смогли проникнуть к насосу, но эксплантация произошла не из-за этого, а из-за того, что в итоге потом вот этот дополнительный лишний шланг, трубочка вот эта, вот она, эта короткая, она вот так вот столкнута была, и вот этот вентиль, она протерлась через кожу, а также до этого, на 11 день после имплантации, в двух местах, там, где швы, приоткрылись отверстия, и гематома начала выходить. То есть, по идее, это неплохо, но когда имплантирован имплант, это очень плохо, потому что это значит, что у него есть контакт с окружающей средой, это значит, что попадают бактерии, это не значит, что будет инфекция, но в большинстве случаев это происходит. Да, вот, собственно, и вся история, и, по сути, я больше не хочу особо ничего об этом говорить. Я не жалею о том, что я попытался, я не жалею о том, что я попытался второй раз, и я буду пытаться еще, просто не сейчас, а, наверное, где-то через год, и просто больше не в этой клинике, а в другой. Пока что мне просто грустно, и мне обидно. Это не значит, что это неправильный насос, это не значит, что это неправильные врачи, это не значит, что что-то неправильное, это значит, что вот просто так произошло, и есть очень много историй позитивных, я лично знаю парней с позитивными историями, с этим насосом, с другим насосом, и есть много ребят, которые не имплантируют никакого такого импланта, пожалуйста, не надо писать мне комментариев по типу того, что, а может быть, не надо имплантировать ничего, может быть, не надо, есть люди, которые не имплантируют, есть люди, которые имплантируют. Это мое тело, это моя история, это мой транс-переход, и я с вами делюсь для того, чтобы вы знали, как бывает, и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok